Для руководящих кругов мировой системы ислам является наиболее опасным врагом, наибольшим вызовом. Потому что ислам представляет собой третий клуб. Помимо традиционалистов, помимо либералов, есть еще клуб радикалов. А радикалы вообще исходят из того, что мир полон абсолютной несправедливости и стоит на ошибке, которую надо исправлять. Это фундаментальная идея монотеизма в частности. Исправление ошибки. Исправление мира. В иудаизме это руководящая идея тиккунулам. Тиккунулам. Исправление мира. Но в исламе это еще более глобально. Потому что противостояние миру, противостояние бытию, противостояние великому существу это фундаментальное направление политического ислама. С эсхатологической целью. Цель не создать социализм. С каким-то исламским лицом. Или не исламским. Цель закончить историю. Эсхатологически закончить историю. Главная идея, фиксированная в оптическом прицеле политического ислама это «Ахерот», то есть «Последнее время». То, что называется «Делецте Zeit», «Последнее время». Немецкая такая тема. Вот. Последнее время означает победа над несправедливостью. Преодоление несправедливости. Преодоление даже физических законов материи, которые выражают эту несправедливость. Такие как, скажем, закон тяготения, которые представляют собой, так сказать, инвариант инерции тяжелой субстанции. Вот. Стремление света к превращению в черную дыру. Вот здесь, как бы, есть такая тема трансформации всего этого вектора после торжества исламской уммы в ходе борьбы с приходом Мессии, Махди и Мессии. То есть два человека приходят к тому, чтобы возглавить армию верующих. Иисус, Мессия, который приходит, спускается в Дамасске. И со стороны Харасана черные знамена Махди, ведомого фигуры из потомков пророка, который имеет определенные признаки и который является последним в истории лидером мусульман. Вот. Ну и в итоге он приводит их к тому, что по зову трубы архангела все умирают, по следующему зову воскресают и вступают на суд. Страшный суд Божий, который является ахерат. Завершение, завершение и восстание мертвых. Все они судимы, и после этого разрываются облака, разрывается небо, сворачивается земля. И вместо ветхого мира наступает новое бытие, наступает новая земля и новое небо. В этом смысле ислам с такой общей внешней стороны мало чем отличается от апокалиптического эзотеризма христианства. Это совпадает. Вот. Ну, поскольку ислам стоит на эсхатологических позициях, то есть он не собирается создавать рай на земле. Он собирается прекращать ад на земле. Вот. С тем, чтобы перейти к принципиально иному существованию для тех, кто спасен. А спасены те, кто в продолжении своей жизни стояли на стороне сознания против бытия. Потому что бытие и сознание – это два оппонента, которые ведут жесточайшую борьбу в мире. А мир – это сцена, где происходит вот этот конфликт сознания и бытия. Бытие как абсурд, бытие как тяжесть субстанции, как бессмысленная инерция, как ложь. И сознание, как тот принцип, который останавливает все это, останавливает энергию бытия, останавливает абсурд, который генерирует смысл. Смысл через конец вот всего этого. Кто стоит внутри себя в своей душевной практике на стороне сознания, кто стоит на стороне бытия. Вот. Это взвешивается на весах. И таких, которые проходят это испытание, очень мало. Ну, поэтому масонские империалистические круги, которые руководят политическим процессом большого мира, они рассматривают ислам как одну из наиболее опасных, если не опаснейшую доктрину. А, собственно, что можно добавить к этому? Ничего, потому что марксизм перестал существовать, как внятное учение, как внятный месседж. Кроме того, он и в пору своей, так сказать, значимости и расцвета был просто левой версией либерализма. И левым ответвлением либерализма. Если вы читаете манифест Коммунистической партии, то просто либеральная декларация.